Девушки отдыхают Брошенная жена на ходу выпрыгнула из такси, чтобы потрепать шевелюру соперница. Они встретились в суде. Разлучница в порядке, а мстительница на костылях. Она к Аннушке приезжала раз в полгода. И каждый раз, как приезжала... Это же вам не стыдно. Да помолчи ты уже. Она когда приезжала, Аннушка каждый раз вызывала. Каждый раз ей было плохо. Пенсионерка прожила всего лишь 4 месяца после заключения договора ренты. А потом внезапно совершила самоубийство. Совпадение или преступный умысел? Но поймите, обезьяна прыгнувшая, маленькая обезьянка прыгнувшая на трубу в одной квартире. И чтобы получилось так, что затопило другую. По вине ручной обезьяны соседа сверху, в квартире женщины случился потоп. Но заплатит ли хозяин животного за устроенный кавардак, решит суд. Истец требует возместить материальный и моральный ущерб, связанный с причинением вреда здоровью. Ответчик иск не признает, потому что истец причинила себе вред собственными действиями. Пожалуйста, Вероника Викторовна. Ваша честь, я требую, чтобы мне возместили 348 тысяч рублей. За что? Морального и физического. Вреда здоровью и морального вреда. Да, я стою на костылях. Я вызвала такси через оператора. Уже не первый раз пользуюсь этим такси. Все было нормально, село. Ответчик таксистом является? Я так правильно понимаю? Он приехал на ваш вызов. Что случилось? Мы поехали. Вы поехали. Началась поездка. Головой поехала. Ответчик. Сначала все было нормально, доехал до места, потом он резко задормозил. Я еще не успела выйти из машины. Он дверь захлопнулась, резко поехал и переехал мне ногу, лодыжку. У меня адские боли, я ударилась головой, ударилась лицом. У меня до сих пор непроходящие боли. Уже два месяца я практически в гипсе. Я лежала на дороге, кричала, орала. Не знала, что делать, вызвала скорую. Да я тебя вызвал скорую. Приехала скорой. У меня до сих пор непроходящие боли. Я, извините за подробности, но хожу в туалет. Вместе с своими родственниками обязательно кто-то помогает. Я два месяца пропустила на работе. 143 тысячи рублей не заработала. Вообще, как так получилось, что вы выходили, и еще движение, я так понимаю, автомобиль не закончил? Ну, он по вине водителя. Он резко затормозил и начала выходить. Он должен был дождаться, а не ехать дальше. Прямо посередине дороги. Есть протокол, да, в административном правонарушении. То есть, ответчик был признан виновным. Да? В совершении этого административного правонарушения. Но он же был за рулем. Нарушение правил ПДД. Хорошо, ваша позиция понятна. Ответчик, может, вы мне внятно разъясните, как произошло это все? Разъясню. Я, конечно, чисто по-человечески, мне очень гражданочку жаль. Но вы же видите, она невменяемая, вообще невменяемая. Так, ответчик, у нас сейчас здесь вопрос не о вменяемости. Рассказывай. Давайте к своей вменяемости, к своей вине. Я, так сказать, давно работаю таксистом, я профессионал своего дела. Как всегда, поступил вызов через агрегатор, я приехал на место. Выходит вся такая благовидная мадам. Нормально, сели, поехали. Должны были поехать на адрес Страмынка, дом 7. Едем, 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 все хорошо. И вдруг она как заорет, стой, вот она. Что такое непонятно, я руль аж чуть из рук не выпустил. Она мне такая за коленку такая хватает. Так она быстро, быстро тормози. Я, конечно, затормозил. Все нормально. Так, представляете, я смотрю, она на ходу прям ремень отстегивает. Но ведь машина, она же не человек, она же сразу не остановится. Машина не успела затормозить, она ремень отстегивает. Я смотрю, ручку уже дверную раз хватает, открывает дверь и на ходу выходит. Ну, конечно, она под колеса попала. Она же там, не про этот самый, ну, не торкач. Отлича, почему она выскочила на ходу из машины, объясните? Я не знаю, она вообще, вы знаете, она по дороге какую-то ересь несет. Какую-то гадалки еду, какую-то порчу снять. Я сразу понял, что у нее с кукухой что-то не так. А у тебя все так, я обратилась в страховую. В результате, ваша честь. Страховая мне говорит, что именно в этот день у него закончилась страховка ОСАГО. Именно в этот день такой профессионал. Ваша честь, признаю, да, вы знаете, закончилась страховка. Но я-то лицо подневольное, я наемный сотрудник, вот у меня трудовой договор. Именно в день ДТП закончилась. И по ручнику, я работаю на него, я его сотрудник. Машина также принадлежит. Собственником автомобиля не выявляется. Собственником не являюсь, поэтому проблемы с ОСАГО... Давайте мне документ, свой трудовой договор. Да, конечно. У меня еще есть другие документы, Ваша честь. Дайте мне сначала трудовой договор. Чеки на лекарства, 143 тысячи рублей за два месяца. Истец, истец, я понял, у меня все эти документы есть. Я еще не все рассказал, Ваша честь. Еще далеко не все рассказал. Вы скажите мне, пожалуйста, вы были привлечены к ответственности по статье 12.24 за нарушение правил дорожного движения, которые повлекли вред средней чажести здоровью потерпевшему. Вы же понимаете, ДПСники, ну все знаем, да, как все это происходит. Они приезжают, видят, это ненормальное, лежит на дороге, орет. Да, я сама себе сломала ногу, сама стукнулась лицом в машину. Они такие, конечно, ааа, кто тут у нас таксист? Вот таксист, вот пострадавшая, бах, сразу протокол. И вот я уже оплачиваю штраф, и вот я уже без работы. Я тоже без работы сижу, между прочим, из-за вас, гражданочка. Такой водителю, конечно, нельзя подпускать вообще в машине. И далее, как вчера, так сказать, суд, ваш коллега отменил постановление о привлечении меня к административной ответственности. Я вот вижу решение. Да, 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 все правильно. То есть вы не согласились с этим протоколом, его обжалованы? Конечно, так она сама виновата, она же на ходу вышла. Все. Вопрос к ИСЦУ. Вы почему из машины вышли? Я, ну он затормозил, я вышла, я приехала. Рассказывайте, отвечи, как это все произошло, ты станешь... Приехала. Вы посмотрите, есть даже распечатка с приложения, из путевого листа. Адрес поездки, куда? Страмынка, дом 7. А где произошло ДТП? В Измайлово. Мы 9 километров туда не доехали. Хорошо, я вышла из машины, надо было дождаться, пока я вышла. Истец, вы такси куда вызывали? На Страмынку. Почему вышли в другом месте? Затормозил, я думала, мы приехали на место. А вам все равно, то есть затормозил, а если вы на каждом светофоре будете выходить? Ну какая разница, я вышла, и он видит, что человек выходит, подожди. Как может водитель его это понять, когда вам надо выйти из машины, если он вас везет на Страмынку? Вы мне объясните, какая причина была того, что вы вышли из машины? Вы считали, что вы домой уже приехали? Я считала, что я уже приехала, машину затормозила, я вышла, иди, я выхожу. У вас есть какие-то? Это повод, перейти от ногу. Хорошо, что есть еще адекватные люди, которые могут подтвердить мою правоту. Есть вот милая женщина-свидетель, которая все это видела, хорошо. Вы просите свидетеля допросить? Я хочу, да, допросить свидетеля. Она была очевидцем вот этого происшествия. Пригласите, пожалуйста, свидетеля-ответчика в зал. Свидетеля-ответчика, войдите. Пройдите к ответчику. Я не билась. Сюда. Ты зачем пришла сюда? Добрый день, представьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Чернова Нонна Емельяновна. Нонна Емельяновна, приглашены в данное судебное заседание в качестве свидетеля. Зачем ты пришла сюда? Истец молчит. Для дачи показаний по делу. Да. Вы были очевидцем, как я понимаю, происшествия, когда истец вышел из машины, и ей были причинены травмы в результате того, что ответчик наехал на ее ногу. По обстоятельствам. Итак, я хочу рассказать, как все было. На самом деле она из-за меня выпрыгнула из машины. Истец, штраф тысячи рублей, истец. Я сейчас вас удалю из зала. Штраф тысячи рублей. Так вот, я шла по тротуару сзади, слышу, крики доносятся. Мат, проклятие какие-то сыпется на меня. Потом смотрю, это оказывается в мою сторону. Сволочь! Истец! Из зала, покиньте зал судебного заседания. Я еле стою на пустырях. Покиньте зал. Пристав, помогите, пожалуйста, ТСЦУ покинуть зал. Вот правильно, правильно. Из-за этой ведьмы я еще должна покидать, она во всем виновата. Ну что-нибудь из машины могла выйти из моей? Она виновата во всем, у меня нога сломана. А из зала она не может выйти. Вот как раз пока ознакомитесь на стенде с правилами поведения судебного заседания. Сволочь, проститутка и ведьма! Так вот, ехала машина сзади. Когда машина поравнялась со мной, женщина стала плевать в меня, кидать в меня вещи какие-то. Вот этот телефон и эта сумочка полетела в меня, да. А она откуда-то вас знает? Это оказалось, как я потом поняла, бывшая жена моего мужа. И из-за этого она выпрыгнула из машины, она стала кричать, я сейчас из тебя омлет сделаю. То есть она вас просто увидела? Да, она хотела, я не знаю даже, что со мной сделать, кричала какие-то угрозы. И я только вижу, что... А бывшая супруга, брак расторгнут? Да, брак расторгнут. И сейчас вы являетесь настоящей супругой ее бывшего мужа. Мы с мужем стоим в официальном браке. Она хотела выпрыгнуть на ходу из машины. Я смотрю, она открывает дверь, машина еще едет. Она выпрыгивает, хочет там броситься на меня, но падает под колеса. Она падает прямо лицом в грязь, ударяется. Слава богу, я не знаю, как она только под машиной не попала. И все это произошло на ходу машины, соответственно. Машина еще ехала, была в движении. У меня больше нет вопросов, суд удаляется для принятия решения. Если пока помогите, пожалуйста, дистанцию вернуться в зал. Далее в программе. Она к Аннушке приезжала, ну, раз в полгода. И каждый раз, как приезжала... Это же вам не стыдно. Да помолчи ты уже. Она когда приезжала, Аннушка каждый раз скорую вызывала. Каждый раз ей было плохо. Чем рискуют пожилые люди, которые решаются передать свою квартиру в обмен на договор ренты? Почему кто-то получает обеспеченную старость, а кто-то теряет жизнь? Ну, поймите, обезьяна, прыгнувшая, маленькая обезьянка, прыгнувшая на трубу в одной квартире, и чтобы получилось так, что затопило другую. По вине ручной обезьяны соседа сверху, в квартире женщины случился потоп. Но заплатит ли хозяин животного за устроенный кавардак, решит суд. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, показания свидетеля, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил. Иск о возмещении материального и морального вреда в связи с причинением вреда здоровью оставить без удовлетворения. Суд не удовлетворяет заявленные требования, поскольку по общим правилам возмещения вреда предвозмещается лицом, виновным в причинении вреда. Истицией суду не представлены доказательства того, что ответчик виновен в причинении вреда ее здоровью. Постановление о привлечении ответчика к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.24, частью 2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, то есть за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, было ответчиком обжаловано в судебном порядке и отменено судом за отсутствие в действиях привлекаемого лица состава правонарушения. Данное решение суда вступило в законную силу, а вступивший в законную силу судебный акт обязательно для суда, который рассматривает гражданско-правовые последствия правонарушения. Также судом установлено, что истица сама способствовала причинению вреда, поскольку, находясь в возбужденном эмоциональном состоянии, на ходу выскочила из машины, что и привлекло причинение ей полученных травм. Таким образом, поскольку вины ответчика в случившемся не установлено, суд отказывает вам в иске в полном объеме. То есть причинение вреда вашему здоровью виновата истица только вы. Ответчик, а вы молодец, что обжаловали решение, это на самом деле очень редко. Почему-то все соглашаются с первого раза и никто не хочет оспаривать. Вы правильно сделали, воспользовались своим процессуальным правом. Спасибо большое. Решение суда понятно сторонам? Да. Дело закрыто. Я сама себе сломала. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Мало того, что эта ведьма увела у меня мужа, так я теперь из-за нее еще и на костылях. Так я еще и виновата. Я очень рад, что обжаловал свой штраф, и в итоге суд принял адекватное решение. Целых три часа. Каждый будний день наши судьи спасают самое дорогое. Ваших детей. Верни мне моего ребенка! Ваши семьи. Ты работаешь секретуткой. Это твоя обязанность – уводить мужей. Ваши деньги. Мне деньги нужны. Да всем деньги нужны. Кому не нужны деньги? Поднимите руку. Ни одной руки нет. Самые страшные, драматические и дикие истории... Ребенка два дня держали в морге живого. ...заканчиваются в залах этих судов. Не стыдно за вашу позицию? Вполне нет. Судебное лето 2019-го на нашем канале началось. Мне на основании ваших эмоций вам искудовлетворить или что? Истец требует прекратить право пользования квартирой. Ответчик доказывает, что является наследницей по завещанию. Слушание дела объявляется открытым. Слушается дело по иску Милошенко Юрия Степановича, который представляет интересы организации доверия по доверенности. Ответчиком заявлена Бодрова Алла Валентиновна иск о прекращении права пользования жилым помещением и снятия с регистрационного учета. Все верно? Все верно. Доверенность на представление интересов. Пожалуйста, Юрий Степанович, слушаем вас. Ваша честь. В каком помещении просите прекратить право пользования ответчика? Помещение гражданки Пархаровой Анны Степановны, которая, собственно, владелец квартиры, которая проживала в этой квартире, из которой был заключен договор, договор, собственно, нашей организации. Какой договор? Договор ренты. По жизни ренты? Дело в том, что 8 месяцев назад Пархарова Анна Степановна обратилась к нам в организацию с просьбой заключить с ней договор ренты с пожизненным содержанием. Она объяснила свое желание тем, что живет одна, что у нее есть ряд серьезных заболеваний, что она попросу нуждается в дополнительном уходе. А это то, чем и занимается наша организация. Мошенники. Мы предоставляем подобные услуги, как правило, пожилым людям, Анне Пархаровой на то время было 80 лет, которые живут одни, у которых нет родственников, либо они отказываются как-то участвовать в ее жизни. Мы предоставляем как финансовую помощь, так и, собственно, другого рода услуги, которые указаны в нашем договоре ренты. В данный момент Анна Степановна, я так понимаю, скончалась. Да, 4 месяца назад. Свидетельство о смерти рентополучателя и договор ренты. Да, да. Вот, пожалуйста, договор ренты. Все полагается, заверено у нотариуса. Свидетельство о смерти. Что еще у вас там? Также есть выписка за счетов, поскольку после заключения договора на ее счет была причислена сумма в размере 700 тысяч рублей, и затем ежемесячно ей поступали рентные платежи. Там это все указано. В выписке все это можно посмотреть. И сейчас, на данный момент, поскольку квартира принадлежит по праву нашей организации, уже есть покупатель. Но вдруг выясняется, что в квартире проживает и зарегистрирована внучка умершей. Собственно, ответчица Бодрова Алла Валентиновна. А потому что квартира принадлежит мне. По праву квартира, по документам, принадлежит нам. И, к сожалению, все разговоры с ней так ничему не привели. Более того, она стала распускать слухи, что, мол, мы организация мошенников, что мы выселяем бедных стариков из их квартир. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Подобные листовки начала развешивать, черняющие. Но это совершенно уже другое дело. Понимаете, это, скорее, уголовное дело. Но наши юристы не хотят иметь с этой неурешенной женщиной ничего общего. Поэтому мы хотим лишь одного, ваша честь. Чтобы снять с регистрационного отчета и выселить из квартиры гражданку Бодрову Аллу Валентиновну из квартиры по праву принадлежащей организации доверия. Вот и все. Ответчик, вы их признаете? Я категорически не признаю иск, по каким основаниям? потому что я являюсь собственницей этой квартиры. Вот, у меня есть свидетельство о праве на наследство по завещанию, потому что моя бабушка написала на меня завещание. И я являюсь законным собственником этой квартиры после смерти бабушки. Где вы были раньше? Какое свидетельство? Так, давайте у нас свидетельство. Вот возьмите, пожалуйста, еще свидетельство о рождении моих детей. Посмотрите, пожалуйста, на даты. Во время смерти моей бабушки я даже об этом ничего не знала. Я находилась в роддоме, рожала своего второго ребенка. Посмотрите, пожалуйста, на даты, которые в свидетельстве о рождении моего второго сына. Никто не сообщил мне о смерти моей бабушки. И когда я вернулась из роддома, на меня обрушилось все это. Я никакого отношения не имею даже к этим листовкам. Но если эти листовки действительно существуют, это говорит о том, что у этой организации очень много недоброжелателей. И это просто шайка мошенников. Это ни о чем не говорит. И эта организация носит преступный характер. Алла Валентиновна, на основании чего вы сделали вывод о том, что деятельность организации, которая представляет истец, противоречит действующему законодательству? 25 декабря был заключен этот договор ренты. И уже 19 февраля мою бабушку нашли не умершей, а повешенной в своей собственной квартире. Это человек, который всю жизнь жил по христианским законам, и она сама полезла в петлю. Да я никогда это не поверю. И вот, пожалуйста, вот у меня есть... Ну, хорошо, допустим. Допустим. У вас есть веские основания полагать, что деятельность истца как-то противоречит закону. Вы обращались к правоохранительному органу по данному вопросу? Вот у меня, конечно, есть постановление о прекращении уголовного преследования, потому что наша доблестная полиция решила, что это самоубийство. О прекращении уголовного преследования? Наверное, все-таки об отказе в возбуждении дела. Давайте мне постановление. Да, возьмите, пожалуйста. Или все-таки дело было заведено? Нет, дело не было заведено, потому что полиция решила, что это было самоубийство. О постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела. То есть не нашли состав преступления в действиях истца. Нет, не нашли, но я в это никогда не поверю. Моя бабушка, жившая по христианским законам, которая ждала рождения второго внука, которая так хотела, чтобы я проживала вместе с ней, вместе с детьми. Ответика, скажите мне, пожалуйста, почему ваша бабушка при наличии внучки, как вы говорите, у вас были прекрасные с ней отношения, которая ждала своих правнуков, да? Да, 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 совершенно верно. Почему она заключила договор рент с истцом? Я абсолютно не упоминала о вас в том числе. Моя бабушка ни разу в жизни не упоминала о том, что заключала какой-то договор с этой организацией доверия. И более того, ваша честь... Так, может, чаще навещать надо было? Нет, ну, понимаете, вы договор этот не оспаривайте. Договор был заключен, был удостоверен нотариусом. Значит, там присутствовала ваша бабушка. То есть она сделала это в здравом уме, твердой памяти, у нотариуса. Собственно, ручно подписала этот договор. Все, и чему она подписала его с организацией истца, а не с вами? Бабушка заключила у нотариуса завещание в мою пользу. Завещание в вашу пользу было на год раньше, чем договор ренты. Я не знаю, откуда взялся этот договор, но воля бабушки была такова, что квартира должна принадлежать мне. Между прочим, эта квартира в центре города, трехкомнатная. Ее рыночная стоимость 3 миллиона рублей. И моя бабушка никогда не может заключить этот договор. Я не могу ответить на этот вопрос, почему договор ренты бабушка заключила не с вами, а все-таки с организацией истца. Не можете ответить на этот вопрос. Я не могу ответить, но, Ваша честь, прошу вас обратить на немаловажный факт, внимание, то, что говорит истец, что были какие-то деньги, что бабушке перевели 700 тысяч рублей, и дальше говорится о том, что бабушка сняла эти деньги буквально через неделю. Так где эти деньги? При обыске их не нашли. И вы хотите сказать, что моя бабушка сняла все деньги, не прошло двух месяцев заключения договора, она умерла? Я ничего не хочу сказать. Я принимаю решение на основе доказательств объективного. Ваше предположение, куда бабушка ваша потратила денежные средства, мне вот как их принять? Ваша честь, бабушка не могла повеситься. Никак их вообще оцените. Ваше предположение. Не прошло и двух месяцев заключения данного договора. Ваша позиция понятна. Если это у вас свидетель, пригласите, пожалуйста, свидетель истца в зал. Свидетель истца войдите. Пройдите к истцу. Добрый день, представьтесь. Добровина Клара Михайловна. Клара Михайловна, вы кем приходитесь? Я соседка. Соседка Анна Степановна. Анна Степановна, да. Анна Степановна. Так. Ваша честь, я хочу сказать, мне кажется, что вот Алка, на самом деле, она совершенно недостойна этой квартиры. Поясню. Дело в том, что она к Аннушке приезжала, ну, раз в полгода. И каждый раз, как приезжала... Как же вам не стыдно? Да помолчи ты уже, ну, надоело. Вот стоит вот сопли свои, льет слезы. Она, когда приезжала, вы понимаете, что происходило? Аннушка каждый раз скорую вызывала. Каждый раз ей было плохо. А вы думаете, зачем она приезжала? А она приезжала, чтобы та переписала на нее квартиру. Что же вы врете? Она и переписала. То есть вы хотите сказать, что у ответчика были такие хорошие отношения со своей бабушкой, как она утверждает? Совсем нехорошие. Она просто к ней ездила, чтобы она квартиру переписала. Ну, она переписала, ну, поверьте, она понимала, что... Что она переписала, завещала? Да, она написала завещание. А вы в каких отношениях с Анной Степановной стояли? Я соседка, ну, мы с ней общались, просто рядом жили. То есть не в каких-то близких дружеских? Ну, не в близких, нет. Ну, вот здесь в суде установлен факт, что Анна Степановна покончила жизнь самоубийством. Ну, она покончила, но я не знаю, вообще характер у нее поганый, надо сказать, был. И я не знаю, что с ней случилось. Ну, может, с головой что случилось, я не знаю, но возраст все-таки. А сколько лет было Анне Степановне? Восемьдесят. 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 Так, хорошо. Пожалуйста, Ваша честь, пригласите моего свидетеля. У вас тоже свидетель, да, заявлено? Давайте вашего свидетеля допросим. Пригласите, пожалуйста, свидетеля ответчика в зал. Свидетель ответчика, войдите. Добрый день, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Маховикова Мария Николаевна. Мария Николаевна, вы в качестве свидетеля тоже приглашены в данное дело. А вы кем приходите у нас? Я соседка покойной Аннушки, но мы были в очень хороших отношениях. Да, я подчеркиваю, что мы были в очень хороших и дружественных. В близких дружеских отношениях. Да, 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 мы ходили с ней каждый вечер. Вот по факту заключения Анны Степановны договора ренты, вот с истцом. Что можете сказать суду? Я, вот знаете, договор ренты, вот эти члены этой организации приходили лично ко мне в квартиру и просили лжесвидетельствовать на их стороне против ее внучки Анлы. Дело в том, что я даже слушать не стала, я отказалась, потому что я верующий человек. Но я сразу Аннушке покойной говорила, Аннушка, будь, пожалуйста, повнимательной к тем, кто приходит к тебе в квартиру. Потому что она мне сказала, приходили какие-то люди и за деньги просили, дадут мне деньги, и она должна что-то, какие-то там бумаги подписать. Все-таки человеку 80 лет. Но я сказала, будь, пожалуйста, осторожна. Видимо, она подписала этот договор, потому что после этого я встретила ее через неделю. Вы знаете, она меня не узнала. И самое страшное, что она отказалась ходить в церковь. И у нее был такой вид, как будто она, вот, вы знаете, как будто она спит. Вот как будто ничего не видит. Это очень, мне показалось это странно. Ну, вот у вас близкие были отношения, но какие-то заболевания были у Анны Степановны? Ну, она жаловалась давление, голова там, где нога болит. Ей все-таки 80 лет было. Но вот то, как она себя вела после того, как она сказала, что она там что-то там подписала, не глядя, может быть. А мне это показалось странным, и я пошла в полицию. Я хотела написать заявление. Написали? Нет, я пошла к участковому. Мне участковый сказал, хватит ерундой заниматься. Человеку 80 лет, естественно, у нее здоровье будет ухудшаться, а не улучшаться. Ну, так не бывает, что через... Понимаете, мы с ней в церковь ходили. И она точно знает, что покончить с собой – это большой грех. Понимаете? Она не могла повеситься. Не могла. Да, просто повеситься. А по поводу личных отношений Анны Степановны покойной и ее внучки Аллы, что можете сказать? Вы знаете... Какие были отношения у нее? Я думаю, что были... Почему все-таки мысль у Анны Степановны о том, что нужно заключить договор пожизненной ренты с другим лицом, а не со своей внучкой? Почему у нее возникла такая мысль? Вы знаете, у них отношения... Ну, чужая семья потемки, ну, я так знала, что они... Иногда она и хвалила Аллу, как говорила, что внучка хорошая. Иногда ругала. Да, она была, говорит, вот, вот какие вот сейчас молодые, вот невнимательные. Бывало и такое. Ну, иногда она и хвалила, что вот у меня такая внучка и будет... Что тут удаляется для принятия решения? Прошу всех встать! Далее в программе. Ну, поймите, обезьяна, прыгнувшая, маленькая обезьянка, прыгнувшая на трубу в одной квартире, и чтобы получилось так, что затопило другую. По вине ручной обезьяны соседа сверху, в квартире женщины случился потом. Но заплатит ли хозяин животного за устроенный кавардак, решит суд. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав объяснение сторон, показания свидетелей, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил. Иск удовлетворить. Прекратить право пользования ответчицы спорной квартирой и снять ее с регистрационного учета по месту жительства в данной квартире. Суд удовлетворяет заявленные исковые требования, поскольку в случае перехода права собственности на жилое помещение к другому лицу, право пользования этим жилым помещением у членов семьи бывшего собственника прекращается по требованию нового собственника. В данном случае квартира, в которой ответчица имеет право пользования, на основании договора ренты перешла в собственность истца, которым является юридическое лицо. В настоящее время в связи со смертью бывшей собственницы квартиры, имевшейся в квартире в силу закона обременения, о сохранении за арендой получателем пожизненного права пользования квартиры, снято. У истца есть право прекратить право пользования в данной квартире лиц, которые проживали совместно с бывшим собственником квартиры, а именно ответчика. Поэтому суд прекращает право пользования ответчика в данной квартире, поскольку право пользования прекращается по решению суда, также ответчик подлежит снятию с регистрационного учета в данном жилом помещении. Ответчик, вам разъясняю, что если вы все-таки соберете какие-то не вызывающие ни у кого сомнения доказательства, не ваше личное мнение, а доказательства о том, что в деятельности истца действительно имеются какие-то противооправленные действия, тогда вы можете обратиться в правоохранительные органы, если вина организации будет доказана, тогда данный договор пожизненной ренты будет аннулирован, и тогда квартира будет включена в наследственную массу, и вы, как наследница по закону, станете собственницей данной квартиры. Понятен порядок действий? Да, я буду бороться до конца. Я докажу, что это преступники, шайка мошенников. Это ваше право, даже, я думаю, даже ваша обязанность. Истец, вам понятно решение суда? Да, ваше честь. Дело закрыто. Я не сомневался, что суд вынесет правильное решение, собственно, в нашу пользу, поскольку вся правда, все документы, все факты были на лицо, на нашей стороне, поэтому я решением суда доволен. И наша организация в том числе. Я буду бороться до конца и докажу, что это шайка мошенников, что они убили мою бабушку, специально завладели квартирой, и что они обманывают стариков, убивают их и владеют этими квартирами незаконно. И я это докажу. Зал суда. Битва за деньги. Жили от зарплаты до зарплаты. Ни у кого никогда денег не брали. С понедельника по пятницу в 13.10 на нашем телеканале. Думать надо прежде всего о людях. Для этого вы и поставлены на это место работой. Специально для вас бесплатная юридическая консультация. То, что вы делаете сейчас называется правовой шантаж. Больше вы не потеряете ни копейки. Удовлетворен ваш иск. Да, я не согласен с этим. Истец требует возместить материальный ущерб за залитую по вине ответчика квартиру. Ответчик иск не признает. Утверждает, что залив произошел из-за некачественного ремонта, произведенного истцом. А это что у нас за замечательный ответчик? Это как раз непосредственный участник событий и мое прямое доказательство невиновности. А это в качестве доказательства вы, да? Совершенно. Пожалуйста, Ирина Викторовна, слушаю вас. У нас произошло затопление квартиры по вине моего соседа Игоря Дмитриевича, который здесь находится. Даже не по его вине, а по вине его обезьяны. Дело в том, что он проживает этажом выше. Так. Как-то я слышу, что что-то наверху там происходит. Ходит какие-то звуки, все падает, нечленораздельные какие-то там непонятные мычания, визги, писки. Поднимаюсь наверх, никого нет. И когда я спустилась вниз в моей ванной комнате, вот так вот труба ходуном ходит, шпатлевка сыпется сверху. Я даже сначала не поняла, что это такое, пока она не треснула и не полилась из нее вода. Вода полилась ручьем, я бегом вызвала и слесарей, и управляющую компанию. Был составлен акт о нанесенных как раз вот убытках. Весь пол у меня поднялся буквально буграми. Мебель вся поплыла, все ковры уже просто поплыли, а у нас еще теплые полы. Я боялась даже ступать, потому что там электрика. А стены не рухнули? Нет, не рухнули, Ваша честь. Дело в том, что мы недавно делали... Давайте мне сразу акт и опись имущества поврежденного. Я вам передаю акт о возмещении ущерба и саму ведомость, в которой перечислено все, что пострадало. Это как раз вот эти 85 тысяч, которые, в общем-то, по минимуму, по минимуму... Спасибо большое. Истец, истец, но к нему никаких нет претензий, пока он не завел эту обезьяну. Она буквально весь наш двор терроризирует, и мы ее просто боимся. Вы считаете, что эта вот обезьянка стала причиной залива? Когда у меня были управляющие компании, слесарь, и мы поднялись наверх, он уже появился. Стучим в дверь, он не открывает. Потом сделал щелочку, нас не пускает ни у кого в квартиру, а там все перевернуто, тумбочка валяется, какие-то листы... Ну что вы преувеличиваете, ничего подобного не было. И она на люстре раскачивается, а люстра, это уже просто на каком-то вот одном волосочке висит, и звуки эти крики раздаются. А звук обычный, животный. Ответчик, ну не мешай. Потом, когда я спустилась вниз, ну вы посмотрите, с одной стороны она маленькая, да? Да, хорошенькая. Безобидная. Я зашла в интернет, и все прочитала про эту обезьяну. Да в интернете не то еще покажут, у вас конкретное видео. Отвечу, да. Отвечу, да. Немного о такой обезьяне. Передайте, пожалуйста, искусство. Значит, эти обезьяны очень агрессивные, очень активные. В природе они вообще могут ветки ломать, бревна переворачивать. То есть, эта обезьяна бывает очень опасна. Кроме того, ваша честь, я могу привести реальный случай, когда эта обезьяна была опасна во дворе. Ну это дикая обезьяна, это все-таки такая же обезьяна. Домашняя же. Понимаете? И она в определенных условиях, когда соскучилась за соседом, она может быть опасной. Гуляем мы с моей... Обезьянные условия, это мой хороший уход и любовь, как к любому другому живому существу. Ну то есть, вы считаете, что отвечик, поскольку является владельцем домашнего животного, да, которое законом у нас отнесено к имуществу, значит, поскольку его домашним животным, за которое он несет ответственность, причинен вам вред, вы просите с него этот вред взыскать. Все верно, да, 85 тысяч рублей, а общая стоимость составила... Я прошу ее взыскать, плюс я хочу еще добавить... Поврежденного имущества, да, пожалуйста. Да, вот он говорит, что она не опасна и спокойна. Абсолютно. Это не так, это не так, потому что вот мы гуляем с моей приятельницей, у нее малюсенькая собачка, тут дети играют. Ваша честь, вы не видели эту малюсенькую собачку? А он сидит, ну, Юрик маленький там такой, а он сидит со своей вот этой вот, не будем говорить, кто, на лавочке, она орешки там щелкает. Ну, милейшее создание, посмотреть, так просто идиллия. Увидела она нашего Юрика, берет этот орех и в глаз... Да эта собачка излучала опасно для моей ягоды. Ну, просто спасли. А если это ребенок был бы, вы представляете? Вот если был бы, тогда бы и говорили, нечего наговаривать уже животное на просторе. Вот она на одной лапе, может, на ветке, и в то же время она может что-то там делать. У них силище в этих лапах. Пожалуйста, ответчики, я вас слушаю. Я сейчас... Как зовут это чудо ваше? Ява. 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 Да. Я поясню все. Где оно у вас, как оно появилось-то у вас? Дело в том, что я давно хотел завести животное. У моих друзей у кого-то собака, у кого-то у одного питон живет. Вот, и мне хотелось... Тоже, кстати, вот... Да, и мне хотелось что-то такое. И тут я во дворе своего дома увидел мужчину, гуляющего с обезьянкой. Ну, я вышел и краем уха просто услышал, он разговаривал со своим приятелем о том, что он моряк, он уплывает, а обезьянку как бы некому отдать. Я подошел к нему, вы знаете, я говорю, хотелось бы животное вот приобрести мне хорошее. Вы мне не скажете, где я могу такую же вот обезьянку? Он говорит, я могу вам ее уступить за определенную сумму. Все документы у меня на животное в порядке. Дайте мне, пожалуйста, без паспорта, без паспорта, свидетельство ветеринарного. Я приобрел это животное, я дома оборудовал клетку, все по технологии. Да, действительно, она каким-то мистическим образом вырвалась из этой клетки, вырвалась мистическим образом. Мистическим, да, мистическим. Да, и начала изучать территорию. Она, да, она может быть скакала, но максимум, что она может сделать, Ваша честь, это порванные обои. Может быть, она зашла в туалетную комнату, может быть, она прыгнула на эту трубу. Я не исключаю такого варианта. Но поймите, обезьяна, прыгнувшая, маленькая обезьянка, прыгнувшая на трубу в одной квартире, и чтобы получилось так, что затопила другую. Причем, Ваша честь, поясню еще лучше. Она задумала делать ремонт. Еще мне предложила, хорошо, что я не согласился вообще на эту авантюру. Она пригласила каких-то рабочих. Истец, да, пригласила рабочих. Да, истец. Непонятно, где она их взяла. Что вы думаете? Ей, значит, старую трубу убрали, на место старой поставили новую трубу, и вся авария произошла именно на вот этом шве, который был заварен, Ваша честь. Железная труба, шов заваренный. Это невозможно. И она вместо того, чтобы истец, простите, Ваша честь, вместо того, чтобы признать свою ошибку, свой недосмотр и некачество сделанных работ ей, что она делает? Она подает иск на меня, обвиняет это милое существо. Все в шоке. Это право истца. Ваша честь, позвольте поправить моего соседа. Я не сама эту бригаду назначила. Управляющая компания нам эту бригаду порекомендовала. Мы даже поднимались к истцу, но он отказал нам. И когда тогда она спустила в квартиру, я уж не знаю чего, так она уже тогда эти трубы дубасила там. Мы ложимся вечером спать, мы ложимся вечером спать. У нас буквально потолок ходуном ходит, я не знаю, или он поиграть и выгоняет. Ночью все спят, даже я, и обезьянка тоже. И обезьяна у нас, и труба у нас сама не прыгает, не шевелится. У меня больше нет вопроса, суд удаляется для принятия решения. Внимание! Налоговая следит за каждым вашим шагом. Она обслуживала их на дому, то есть ни за что не платит, ни налоги, ничего. Банки блокируют ваши карты. Эти три миллиона я не видела, ни одной копейки, чтобы мне сейчас сдохнуть. Все хотят отнять ваши деньги. Банки, верни вас за машину! Не подходи ко мне! Смотрите, зал суда «Битва за деньги», чтобы не стать нищим. 280% годовой. 280% годовой. У вас не треснет ничего, нет? С понедельника по пятницу. На нашем телеканале. Выплачивать ничего не буду тебе, понял? Вот. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил. Иск о возмещении материального вреда, причиненного заливом квартиры, оставить без удовлетворения. Суд не удовлетворяет заявленные исковые требования, поскольку в данном случае ответчик, которому предъявлен иск, не является надлежащим ответчиком. Залив квартиры ИСЦА произошел из-за разрыва трубы стояка водоснабжения, который относится к общедомовой инженерной системе водоснабжения. А ответственность за состояние общедомовой инженерной системы горячего и холодного водоснабжения, состоящего из стояков, отвлетлений и стояков до первого отключающего устройства, несет управляющая компания, обслуживающая дом. Поэтому в данном случае ущерб ИСЦА обязана возместить управляющая компания, к которой ИСЦА и следует обратиться с данным требованием. И затем уже управляющая компания может взыскать конкретную причинитель, если докажет, что струбы действительно были качественно установлены, и это произошло не по вине установщиков. То есть, что не было каких-то изъянов в этой трубе, а что действительно уж так ее вот расшатала обезьянка. Поэтому в данном случае не просто вам в иске отказываться, а просто у вас ненадлежащий ответчик. Вот на месте ответчика должна быть управляющая компания. Понятно, да? То есть, имеете право обратиться с иском, пожалуйста, к управляющей компании, если добровольно она вам откажется возместить ваш материальный ущерб. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. Я все-таки добьюсь, чтобы эта обезьяна и ее хозяин, Игорь Дмитриевич, за все ответили. Ну, а от себя мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы он устроил свою жизнь по-человечески, как мужик, а не с этой обезьяной. Я считаю, что у истца проблемы и с головой, и с трубой. Вы думали, так не бывает? Вы зверье! Так нельзя поступать! Вы надеялись, что все обойдется? Это не справедливо, ложитесь. Раньше надо было думать. Вам казалось, что этого никто не узнает? Да при чем этот аборт вообще? Я так делу, никакого отношения не имею. Страшные личные тайны раскрываются в залах этих судов. Билли. Била. Дети. Она чужого человека называет мамой. Я ей должна объяснять, что вы ее мама. Деньги. Прибивать в суд – это очень дорого. Тариф судебный – тысяча рублей слова. Секс. Это даже голос немой, я вообще так не кричу. Вот этого спросите. Судебное лето на нашем телеканале в самом разгаре. Забери свою эту! Забирайся сама! Забирайся сама!